А ты сюда иди! Чё ты ходи? Чё ты, блин? Конфликт между жителями Борзовой заимки и руководством развлекательного комплекса «Планета Кио» начался в понедельник вечером. Громкую музыку не выключали до глубокой ночи. Потом как бы начали люди, ну и жители ближайших сначала домов, подходить к воротам и спрашивать, а когда это кончится? На что им сказали, это не кончится. Строительство никак не мешало жителям до тех пор, пока на планете не появилось музыкальное сопровождение. Ведь дома расположены слишком близко к комплексу. Это дом Байкальская, 48, и всего в нескольких десятках метров от него территория нового элитного отдыха. Только жильцам этих домов элитный отдых не нужен, нужна просто тишина. Если не доходит звук, то доходят вибрации, жильцы жалуются. Музыка уже несколько дней подряд играет до глубокой ночи. Взрослые и дети не могут уснуть. Особенно тяжело тем, у кого проблемы со здоровьем. Не считаясь ни с чем, ни с детьми, ни с людьми. Вот им хорошо и все. А у меня, например, инсульт был уже 17 лет. Это тот бом-бом-бом тяжелые вот эти звуки. Мы попытались узнать позицию руководства комплекса. Сейчас просто жильцы говорили, что управляющий ходит, смотрит, как мы снимаем. Нету никого, нету. Видите машину? Нету никого вообще. А когда будут сегодня? Очень все. Я ничего говорить не буду. Корреспонденту информационного агентства «Толк» Татьяне Гладковой все же удалось поговорить с управляющим комплекса. Мы вчера включали просто для пробы, посмотреть, какая будет озвучка деревни для того, чтобы делать защитные экраны. Буквально, я скажу, 22-15, их пришло 20 человек, они к этому готовились. Те люди, которых я не взял на работу с администраторами, потому что они алкоголики и непотребные, они собрались у ворот и устроили якобы такой митерки. Вызывали эту полицию. Это не более как вымогательство. Даже если защитный экран будет работать и поселок посреди леса снова станет спокойным, остаются вопросы к законности комплекса. Согласно кадастровому реестру, на этой земле можно строить учреждения отдыха и туризма, но не объекты для развлекательных мероприятий. Так что за этой планетой мы еще будем следить. А между тем, жители Борзовки уже подали заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор. Андрей Дреер, Андрей Печеркин. День с толком.